Здоровенькие были подписчики мопеда Рарикетовича, с вами снова Илья Механик, а также огромный привет подписчикам magnaroland.ru и это 20 юбилейная серия видеоряда перекличка и она будет посвящена легендарному восходу номер 2. Года выпуска вы увидите в названии видео, когда я снимаю я не помню данный мотоцикл 1973 года. Восход 2 был модернизированным восходом 1. В частности на нем уже устанавливались 16-дюймовые колеса размерностью 3.0 на 16, популярные в конце 60-х, начало 70-х годов колеса. Двигатель рабочим объемом 175 сантиметров кубический. По факту это был модернизированный ДКВ-175 и вот эти фирменные ДКВ-шные два винта на крышке встречались и на моем любимом МЗ-е. МЗ- это бывший завод ДКВ, который потом был национализирован и там мотор отшипал. 175 сантиметров кубических. Разгоняли этот мотоцикл около 100 с лишним километров в час, хотя спидометр был до 120 километров в час. Боюсь, что этот спидометр может быть не родной, может быть я неправильно что-то назвал в характеристике. Рама трубчатая, сварная. Просто нереальнейшее количество хрома. Просто. Ромированные колени, трубы. Вот эта вот часть перетекающая плавная в багажник. Ромированные кожухи амортизаторов задних. Ромированный руль, рукоятки, подсос. Вот эта вот площадка просто. Я повелся именно на покупку этого мотоцикла из-за его нереальнейшего количества хрома. Он уже получил устаншественную схему электрооборудования, был доработан указательными поворотами квадратного типа. Кстати, только на второй и 2М модели встречались поворотники квадратного типа. Тут еще должны быть щитки, защищающие колени от грязи и ветра. Но их нет. Подножек, если мне память не изменяет, должно быть две. Я могу ошибаться, конечно. Да, такие подножек две. Лентяйка и центральная подножка для ладовства и проведения ремонтных работ. Поставил, снял заднее колесо, поменял камеру, что и мне, кстати, надо будет сделать. Поменять камеру, потому что на это оборвался сон. Колеса, как я говорил уже, 16-дюймовые на 3, с явой схожие, с дорожкой, если я не ошибаюсь. Сидение двухместное. Мотоцикл рассчитывался на водителя с пассажиром. Бак в районе 12-14 литров. Врать не буду, не знаю. Технической характеристики с собой сейчас нет на данный момент. На баке была эмблема от завода зайчик на крышке. И вот такая вот красивая эмблема берущего зайца или кролика. Длинный уж это кролик, скорее всего. По обоим сторонам. На бардачках. Слева, по-моему, был бардачок. Восход 2. Справа располагался технологический отсек, в котором был коммутатор CAT. И там, по-моему, реле на поворотнике. И прочую беду. Переключательный свет сигнал. Глушилка. Хотя, по-моему, глушилка располагалась в моторе. Вот такой вот ключ сбоку в фар входил. Также в фаре располагался звуковой сигнал. С левой стороны его вот видно. Вот он. Электрооборудование, если у меня память не изменяет, скорее всего 6-ти вольтовое. 1973 год. Даже на МЦЭТе на тот момент было 6-ти вольтовое электрооборудование. Карбюратор CAT 36 спрятался под вот такими специальными декоративными кожухами. Вот тут вот под сидением находится фильтр. Забор воздуха производился из-под сидения. Сейчас я попробую вспомнить, как тут открывалась сидуха. Я просто уже не помню. Итак, я разобрался. С правой стороны был доступен поворотный паз. Ты просто нажимаешь и сидушка поднимаешь. Вот он, воздухозаборник с глушителем впуска. Вот это, скорее всего, клеммная колодка на проводку задней поворотники. Такой интересный дефлектор для забора воздуха там. И одновременно был глушитель впуска. Подставочка для удобства обслуживания, чтобы эта вещь не падала владельцу на руки постоянно. Провода мы облагородим в будущем. Вообще, как покупка состоялась? Скорее всего, если мне память не изменяет, я его купил в 2012 году. За 900 гривен. Он без номеров. Продавался он на запчасти. Тут была проблема с двигателем с сцеплением. Того же алтаймера Кириченко. Купил его просто для себя. Чтобы было на чем поездить. Повелся на вот эти куча, куча, куча хромированных деталей. И не жалею. Мне вот нравится именно второй восход. Он запускался, ездил, но последние три года там бензин старый-старый. Сейчас запустить я его, скорее всего, не смогу. Я попробую. Не, не смогу. Я уже не понял, в каком положении ключа есть зажигание. А мы сейчас попытаемся открыть краник и добыть этого шмурдяка. Ну, по-моему, это гиблое дело, так что не стоит даже. Но он запускался и ездил. Там даже где-то на старом канале есть видео. Ножки запускался. Не стал кача. Это большая легенда, что восход запустился с ножки. Для многих пользователей интернета. Вот. Восход этот будет восстанавливаться. Выкрашиваться в родной черный свет. И просто как машина для покатушек, для себя. Седушка будет обшиваться чехлом. Он практически полностью укомплектован. Все, что не хватало, я докупил. Поворотнички. Зальчики вот эти вот. Этот нехватающий в России был куплен благодаря моему другу из Питера. Я сел до Комиссарову. Его огромный привет. Твое стеклышко я уже поставил на недостающий правый поворотничек. А вот зальчик еще не прилепил. Дерегу его. И благодарю всех подписчиков за то, что смотрите мое видео. Ждите новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok